Что вы думаете о Вэлла Килмере в роли Моррисона в фильме «Стоуна»? Это после моей только что бывшей лекции по Моррисону. Много довольно реакции на неё, и я вынужден буду отвечать и на это тоже. Мне не понравился фильм. Я об этом в лекции сказал. Фильм иллюстративный, плоский. Помните, то, что Стоун левак, это накладывает определённый отпечаток на всё, что он делает. Это такое буквальное толкование, где Моррисон изъясняется цитатами своих песен, интервью и биографией, написанных о нём. Где там сказана группа «Дорс» была придумана на пляже. А Джим и Рэй идут по пляжу и им говорят «Давай назовём группу в честь Хакслига». «Нет, давай в честь Блейка». Ну, это хрестоматия, да? Ну, равно, что там Пушкин, обращаясь, говорит «Мой первый друг, мой друг бесценный». Вот. А тот в ответ «Как быть? Надо бы приняться за старину». Первая строчка из его записок. Ну, как-то это тухло. Знаете, вот Эдемару в своё время ещё многие в «Большом Жанно» ругали, что книга написана от лица Пущиной, там большие вольности. Так это и счастье, что есть эта вольность, что знаток позволяет себе вольное, иногда немножко даже постмодернистское, обращение с материалом. Что он пишет того Жанно, которого он видит, а не того, которого он вычитал из мемуаров чужих. Кроме того, Уэлл Килмер, понимаете, в Моррисоне было удивительное сочетание закомплексованности и мании величия. Он был немножко медвежковатый, он был склонный к полноте, что и начало реализовываться у него. Он не был таким уж секс-символом-то, и он с женщинами был не очень счастлив. То есть, вернее, он был счастлив, потому что он выбирал понимающих, а не то, что вошёл Моррисон и все упали. Он был вообще, говорю, вовсе не развратник. Он был скорее такой очень избирательный, очень точно выбирающий партнёров. И, конечно, Моррисон это был гениальный выбор, как и первая эта любовь его. Он был в этом смысле, мне кажется, ну, не охотник за количество, вообще не охотник по своей природе. А немножко он там в фильме, ну, там слишком большое внимание уделено его психологическим галлюцинациям, которых, я уверен, было очень мало. Хотя вот образ Солнца, который там проведён, он правильный, потому что Солнце – главный образ в лирике Моррисона. И лирика его очень солнечно, вопреки ему мрачной репутации. Это лирика экстаза перед миром. Продолжение следует...